Попасть в полынью или наступить на тонкий лед может как рыбак, так и человек, который решил сократить себе путь через водоем. В такой ситуации нужно действовать быстро. Через пять минут в холодной воде человек потеряет сознание. Всего существует четыре способа спасения, говорят сотрудники МЧС. Первый это спасательный круг с привязанной к нему веревкой. Тут все просто человек зацепляется за него и спасатели или товарищи его вытаскивают. Другой способ с помощью конца Александрова. Это веревка длиной от 10 до 15 метров, которая заканчивается грузом, чтобы метнуть ее на несколько метров и двумя поплавками, чтобы она не утонула. Человек также хватается за нее и его вытягивают спасатели. Третий способ спасательная лестница. Это такая специальная лестница, у нее на одном конце привязана небольшая петля для того, чтобы пострадавший также мог зацепиться и вылезти на лестницу или просто держаться. А к другому концу была привязана веревка страховочная, чтобы один человек подает ее, подползает к пострадавшему, а второй, который спасатель спасает, он страхует их обоих и потом за эту веревку подтягивает и пострадавшего, и спасателя. Если же никого рядом нет, то спасаться нужно самому. Как говорят водолазы, по своим следам. Нужно развернуться в ту сторону, с которой человек и пришел, ведь там лед вес его выдержал. Забраться на лед нужно любым способом, а потом не вставая, следует перекатываться или отползать, опять же, по своим следам. Главное в такой ситуации, говорят водолазы, не паниковать. Тренировки по разным способам спасения провалившегося под лед человека водолазы проводят перед ледоставом и в конце зимы, чтобы подготовить личный состав. По словам спасателя, чаще всего под лед проваливаются именно рыбаки. Советы простые, не выходить на тонкий лед. Если идете по незнакомым водоемам, где лед только встал, перед собой нужно проверять лед пешней с небольшими ударами. Не ходить группами, когда лед только встал, когда он еще тонкий довольно-таки. Ходить с небольшим расстоянием друг от другу. Одному не выходить на рыбалку. Лучше с аварищем или лучше втроем четвером. И с собой иметь спасательные средства. Небольшую веревку или спасалки так называемую. Сергей Клинковский добавил, что на лед меньше 5 сантиметров выходить не стоит. 5-сантиметровый может выдержать одного человека весом до 90 килограммов. На 10-сантиметровый уже можно выходить по трое. Сейчас на Решке лед достигает толщины в 10-15 сантиметров. И на озере уже есть рыбаки. Николай зимой на лед выходит не в первый раз. И под лед уже проваливался, благо рядом с берегом. Тогда ему помог товарищ. Самому, говорит, выбраться практически невозможно. Сейчас носит с собой средства спасения. Несмотря на то, что на небольших водоемах лед уже встал, на многих реках его все еще нет. Поэтому людям следует быть осторожнее. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания. Город.